Всем привет дорогие друзья! Недавно один из моих друзей меня слегка озадачил. Найди, говорит мне, карандаш Кахинор Версатил 5201. Это такой утважный карандаш, который выпускается одноименной чешской компанией. Найти его не составило труда, но нашел я его на ebay, но не у чешского продавца, как следовало бы, а помог стать счастливым обладателем моему другу карандаша. Кахинор, российский, московский даже продавец Андрей Горденко. Вот такие вот дела. В общем, посылки из Китая на канале, это конечно же не редкость, но вот посылки из России сопредельно я получаю. Редко я ее рассмотрел. Смотрите, тут красивые марочки есть с видами российских достопримечательностей, но примечательно вот эта наклейка. used pencils, тут написано, выслал он мне бэушный карандаш. Ну не, это же не так, он должен быть новый, а это надпись для наших таможенников, если бы они еще что-то понимали. В общем, давайте смотреть. Карандаш с комплектом грифели нам понадобился. Грифели нам нужны были H и HB, это значит твердо-мягкий, если я все правильно понимаю, и твердый. Суть не важна, в принципе, потому что у него есть любые комплекты на карандаши Кахинор. Карандаш лежит по всей видимости вот здесь, смотрите, так все это заклеено. Смотрите, почта России, вот та самая почта, которую все ругают. Ребята, на самом деле ничего не потерялось очень быстро, все ко мне в Казахстан. Дошло с номером отслеживания где-то дней 5-7, вот так ходят ЕМС обычно по ссылке. И еще это потом лежало на почте, мне некогда было зайти, так что почта России, ребята, работает, работает. Во всяком случае, по направлению Россия-Казахстан работает без проблем. Так, ну, придется как-то так все это вот так вскрыть, бандально. Я все-таки хотел посмотреть, там по всей видимости грифели, смотрите, еще почта России. Я вот, кстати, не знаю, кто не пожалел скотча, почта России или хороший российский продавец. Салфетки, вот смотрите, российские салфетки. Цветочек, все красиво. Подозреваю, что там вот я сейчас грифели распаковываю, только их, наверное, надо было так. Да, только их надо было так упаковывать и жестко сам карандаш, по всей видимости, вот в этой тубе. Да, вот два комплекта грифели. Грифели 2-х миллиметровый, B и HB, все как заказывали, все как заказывали. Именно вот такие грифели подает санговый механизм карандаша. Вообще, давайте посмотрим карандаш. Я-то про него расскажу, не все, я думаю, знают, что это такое. Не все. Как вы видите, помнят. Вот, Kohenor Hartnett Versatile 5201. Цанговый карандаш представляет из себя вот такую вот пластиковую, либо металлическую, в нашем случае, конструкцию. А-ля автоматическая ручка. Есть кнопка, при нажатии на которую из цанги подается стержень. Версатив 5201, вот этот карандаш, он на двух миллиметровых стержнях работает. Есть даже толще, я встречал и 4 миллиметра, там такое стержище вылазит. Значит, путевый крутой цанговый карандаш работает на цанге, у которой 3-4 лепестка. Вот как этот Kohenor. Дешевый, делаются с двумя лепестками, они очень плохо держат. Стержень, он может вываливаться, ладно, вываливаться, что это я говорю, он может наоборот залетать туда, когда ты им работаешь, он туда залетает. Есть клипса, конечно же, клипса мягенькая у этого карандашка, у Kohenor они все такие мягенькие, поэтому они легко цепляются даже на толстенькую одежду. И самое примечательное, именно у этой модели, ну я не знаю, может я небольшой знаток Kohenor, да, у этой модели в кнопке вот так вот выкручивается скрыта вот такая вот точилочка. Точилка для стержня, то есть как это все работает, стержень у нас залетел, сейчас мы его обратно выдавим. Работает это все вот таким образом. Точилку вот так вот, именно вот так вставляется стержень и круговыми движениями затачивается до нужной нам толщины. Но опять же, улдфаги помнят, вот такая вот посылочка у нас была сегодня на канале. Школота не поймет, улдфаги всплакнут. Ну а я наложу ссылку на этот карандаш в описании под видео на продавца. Ему спасибо, вам тоже, ему за то, что все хорошо дошло, вам за просмотр. Всем удачи, удачных покупок, оставайтесь на канале, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok